Русские новости Это касается и фантазии некоторых молодых людей, но в основном тех, кто вообще позабыл, что такое СССР, кто там жил, кто что-то еще помнит, но в основном помнит, что вот какие мы были молодые, и тогда и клубника была слаще, и небо было синее, и кажется, что вообще все было замечательно. Если посмотреть на все это состояние нашего прошлого трезвым взглядом, то все, конечно, не так замечательно, и я бы сказал, вообще не замечательно. И образцы СССР, которые сейчас восстанавливаются довольно усиленно, и действительно это был кремлевский такой выверт пропагандистский СССР 2.0, который пропагандировал Кургинян. И многое из того, что он пропагандировал, реализуется сейчас Владимиром Путиным. И вот эти отвратительные черты позднего социализма, предъельцинского такого, когда крах уже ощущался, что вот-вот он будет. Вот эти же миазмы краха, они как-то проявляются сейчас, мы смотрим такую универсализацию политики, то есть фактически однопартийная система уже создана, а это было в СССР. Идеологический диктат вот этих ультралибералистических воззрений на государство, общество тогда тоже был такой же диктат, другие, может быть, другие тезисы и другие идеологические штампы, но, в общем-то, все было то же самое, абсолютно то же самое. То, что мы начинаем замечать, отсутствие, сейчас просто идет очень быстрое уничтожение малосреднего бизнеса, подчинение всего этого дела чиновникам, спецслужбам, ровно то же самое ведь было и при Советском Союзе. Просто отсутствие какого-либо частного предпринимательства, какой-либо частной инициативы вообще какой-то частной жизни. То есть частная жизнь это при запертых дверях и спущенных занавесах, а все остальное публично, и за все остальное ты можешь получить звонкий подзатыльник, то ли от спецслужб, то ли от порткома, то ли от месткома, и таких структур было достаточно много. Если мы посмотрим на СССР, то что вообще самое главное было, мы думаем, социальная защищенность, мощная армия, великая держава, это все слова. Давайте более предметно посмотрим, откуда все это взялось. Во-первых, это порождение большевиков. Большевики были страстными русофобами. Они создали СССР на развалинах Российской империи, которую они уничтожили. Отдали часть территории. Финляндия и Польша ушли безвозвратно. Вряд ли когда-нибудь они вернутся и станут частью нашего общего государства. Они были. И, в общем-то, Финляндия абсолютно приросла к Российской империи. Польша могла прирасти. И, в общем-то, постепенно русифицировалась. Были там восстания, но в конце концов... И это было бы изжито, как и на других территориях. То есть империя была бы... Оставалась бы империей, если бы большевики ее не разрушили. Потом они какие-то еще кусочки после войны присоединили, но это несущественно. То есть это было пространство Российской империи, слегка обрезанное. Ну, в 91-м году пришли другие большевики, либеральные большевики и еще обрезали. Ну, уж так вот смело всю Азию обрезали, да, там и Украину с Белоруссией, Прибалтику с Молдовой. Все это отпилили, и вроде-ка, что нам легче от этого стало жить. Вот нет, не стало, не стало. У нас тут же вот с Кавказом, давайте еще Кавказ отпилим. Или там на Дальнем Востоке китайцев много, они как-то вот все более нагло себя ведут. Давайте еще и Дальний Восток отрежем, и Сибирь тоже. Вот такое обрезание, это началось все с большевиков. То есть расширение геополитического пространства обратилось к сжатию. То есть когда пришли к власти силы не традиционалистов, а революционеров, чья идеология была подчеркнута на помойках европейской мысли, там, социальной, политической. Мы даже не знаем, откуда иногда весь этот бред вливается в средства массовой информации сегодня. Но тогда понятно, откуда все это бралось. Там где-нибудь в Лондоне очень любили всех изгнанников, всех политических режимов. И там вот это вызревало, вот это месиво, которое потом стали завозить, ну как какое-то вот последнее слово европейской мысли во все страны, в том числе и в России, вот весь этот марксизм полез. И эта диверсионно-потрывная деятельность была малозаметна и малосущественна до серьезных испытаний, которые начались в 20 веке. И тоже связанные с революционным движением, с брожениями. Вот как-то вот жить по законам предков, ну не хотелось либеральной интеллигенции, поэтому она начала все расшатывать. А военные авантюристы стали толкать такую проявившуюся энергию нации друг против друга. Чтобы олигархи могли править, нации должны воевать. Это правило 20 века соблюдалось неукоснительно. И сегодня тоже мы видим, что там правящая олигархия Путина, она может существовать только в условиях войны. Поэтому война в Донбассе, война в Сирии, я думаю, готовится еще одна крупная война, скорее всего, с Украиной. Так уже с массированным применением оружия. Но все-таки мы говорим об СССР. То есть главное, откуда возник СССР. СССР – это обломок Российской империи. Внутреннее содержание, все законодательство, все то, что взамен традиций, взамен имперских принципов управления, все это было придумано марксистами. А марксисты – это как бы заведомые русофобы. У них русофобия встроена в их идеологию. В том числе и их атеизм. Атеизм был, естественно, в России направлен прежде всего против православия. Уничтожение священства, уничтожение храмов, монастырей, превращение все это в склады, в тюрьмы, в хлевы и так далее. Основа русского мировоззрения зримо уничтожалась. Это делалось большевиками. Причем не только ленинскими большевиками, но и сталинскими, и последующими, хрущевскими, брежневскими. Шло уничтожение в России всего русского. Государство, которое было построено взамен русского, стало нерусским. То есть СССР – это государство, конечно, но нерусское государство. Во многих случаях и антирусское. А сейчас вот этот режим СССР, чем он нравится? Тем, что он все-таки был государством, все-таки был какой-то порядок, была какая-то предсказуемость и внешней политики, и внутренней политики, и право как-то стабилизировалось. Понятны были условия существования. Было понятно, что 20-30 лет на очереди простоишь, будет у тебя квартира. А так пока и уйтись где-нибудь там в общежитии или в коммуналке, если ты нормально работаешь, ты не алкоголик, не пьяница, вот как-то ты от этого уходишь в сторону, то есть жизнь более-менее удалась, есть профессия, есть место работы, ты можешь проработать на этой работе всю жизнь. Там 40 лет на одном месте, много таких было. И если ты нормально работаешь, без срывов, ну где-то там тоже 20-30 лет, и может быть даже тебе дадут возможность купить машину на те деньги, которые ты накопил. Тоже безумных денег это стоило. Там 22-летней зарплаты, там какая-нибудь машина стоила, тазик, который еле ездил. Но тем не менее можно было стать автомобилистом. Сейчас, конечно, с этим совсем другое дело. Сейчас у нас едва только из пеленок и уже за руль. Ну, просто изменились, изменились условия, и жизненные силы народа направились не на то, чтобы поднимать свою страну, ограждать ее от иноземцев, нашествий и так далее, а на то, чтобы приобрести машину, что-нибудь там еще из шмоток. Вот это самое главное сейчас. Ну, это ладно, да, стало хуже, чем в Советском Союзе в каких-то аспектах. Но в чем-то стало лучше, вот автомобилистов стало больше. И что же Советский Союз из себя представлял политически? Одна партия, никаких других партий нет. Голосование. Голосуем мы только за союз беспартийных и коммунистов. Союз коммунистов с беспартийными. Ну, такой вот принцип был, что все-таки не одна партия, а еще и беспартийные. Вот такое разнообразие. Член КПСС или беспартийный. Вот то, что было возможно, если кого-то направляли в органы власти. Ну, нужен же был парламент. Якобы парламент существовал. До второй половины 80-х годов никто и не знал, что в парламенте еще и говорят, оказывается. Нет, показывали по телевизору съезды, там собирается толпа людей. Все сидят, выходит на трибуну начальник, что-то там говорит, и все голосуют за. Только так было, и никак по-другому. То есть, фактически политика умерла. Политикой занималась только избранная кучка людей, которые там сидели в политбюро. Эти старцы уже еле передвигающиеся. Вот это была политика СССР. Я спрашиваю, вы хотите вот это, что ли, все восстанавливать? А, вам это не нравится тоже, как и не нравилось подавляющему большинству, которые смотрели за этим поздним брежневизмом. Эти анекдоты рассказывали не только про Хрущева, но и про Брежнева. Который еле-еле мог говорить уже после тяжелых болезней, но его не отпускали с поста, потому что не принято было покидать свой пост, иначе как на кладбище. Поэтому, если мы показываем стабильность, то лидер должен уйти только во гроб. И мы торжественно его должны снести к месту захоронения. Сейчас, кстати, похоже, что такая же ситуация складывается, что Путин уйдет со своего поста только вперед ногами. Если это нам не нравится, а что нам нравится? То есть мы хотим, как многие говорят, давайте мы от всех периодом возьмем лучшее. Так не получается. Вот комплексно вы можете только взять. Вы можете взять режим СССР только вместе с тем, что там было всего того, о чем я говорил. В том числе и репрессии. Они могут быть на каком-то этапе вот такие зверские, как сталинские. Они могут быть мягкие, как в Брежневский период. Но все это в комплексе. Вот можно так, можно иначе. Сейчас тоже репрессии все расширяются. Путинские репрессии. Так это же все тот же ельцинизм. Вы хотели вот этой свободы? Вот в таком ключе, когда подавляется все русское, значит привыкнете к тому, что при Ельцине еще не сажали за то, что ты русский, а при Путине уже за то, что ты русский могут посадить. Просто за то, что ты русский. И ты где-то там брякнул, что ты вот русский и этим гордишься. Ага, ты гордишься, значит ты гордишься против остальных народов. Значит ты возбуждаешь межнациональную рознь, значит место тебе в тюрьме. Только в комплексе. Только в комплексе. Есть ли какие-то другие варианты? Конечно есть. Мы говорим, что есть разработанная концепция русского национального государства, в котором нет безобразий советских, большевистских, коммунистических, нет безобразий вот этих путинских, либералистических. Есть третья концепция, мы ее все время представляем. Она в альтернативу не только нынешнему режиму, но и режиму большевистскому, 20 веку. А мы хотим взять в качестве опыта всю историю России. Не то, чтобы мы будем отбирать там какие-то элементы. Вот это хорошее, это плохое отбрасываем, это хорошее снова берем. Нет, мы комплексно решаем эту проблему. Продолжение русской истории, такой какой она была и как она была прервана в феврале 1917 года. Мы ее стремимся продолжить. И естественно, чтобы перейти на тот путь, на тот исторический путь, который был покинут русским народом, требуется переходный период. Для него концепция национальной диктатуры, она тоже подробно разработана. Это не просто какая-то фантазия, что какой-то там террористический режим придет, начнет всех подряд кромсать, ничего подобного. Это переходный режим, режим национальной диктатуры. Он ни в коем случае не является террористическим. Он просто наведет порядок и выправит то, что необходимо выправить, для того, чтобы у людей все в голове правильно складывалось, их жизнь стабилизировалась. Потом, да, потом можно будет каждому выбирать свой образ жизни, но уже в полном представлении о том, к чему этот образ жизни ведет и как он встраивается в общую концепцию государственности. Обычно приводят такие вот примеры. Вот величие, величие СССР, военная мощь. Все время замыкаются на Великую Отечественную войну. Ну, там тоже куча всяких проблем, которые говорят о том, что не готовы были к войне, не знали, как воевать. Военная техника была устаревшая. Воевали в основном винтовками, хотя там показывают в кино постоянно, что все бегают с автоматами, да и немцы тоже. В основном винтовка была основным стрелковым оружием. Много всякого понапутано. Вот упираются только в один 45-й год. Вот как будто СССР существовал только в 45-м году, в момент своего высочайшего триумфа. Но и высочайшей трагедии, потому что колоссальное разорение осталось после этой войны. И это разорение, это вина не только оккупантов, но и тех, кто позволил вот эту оккупацию осуществить, и кто позволил вообще этой войне состояться, хотя ее могло бы и не быть. Такое политическое руководство и ненависть к большевизму, она была, в общем-то, вполне естественна для европейской политики, особенно для агрессивных политиков. Война с Советской Россией была таким вот вожделенным событием, которое еще очень хорошо финансировалось. Не было бы большевизма, и в Европе бы ни одна пушка не стреляла бы без воли российского императора. А здесь вот можно было, здесь какое-то пугало такое распространение коммунизма, это же все крах всех остальных режимов, это же уничтожение культуры, тысячелетней культуры Европы. И сознание европейцев было настроено на то, чтобы воевать с большевистской Россией. Если бы не большевистская Россия, не было бы ни такого ориентира, ни таких результатов для нашей страны. Поэтому не надо упирать все на 1945 год. Если говорить о военной мощи Советского Союза, то когда-то она была достаточна, когда-то она была недостаточна. В 1941 году было показано, что она абсолютно недостаточна, абсолютно провальна. И в финскую войну было показано, что ненормальное состояние вооруженных сил. И в последующие годы во многих конфликтах участвовали советские военнослужащие. Но успешно ли было это участие? Собственно, крах СССР начался с афганской войны. Казалось бы, такая локальная война. Что она могла стоить и как она могла быть заметна для столь огромного социально-экономического и политического организма, как Советский Союз. Оказалось, что все труха. Все труха. Что даже такая крошечная локальная война, где и самая мощная техника-то и не применялась. Все пытались заткнуть человеческим капиталом, который растрачивали, не заметив, что он уже стал убывать. Демография в Советском Союзе в 60-х годах просто стала совершенно неудовлетворительной. Просто люди перестали рожать детей. Почему бы это произошло? Это тоже связано с идеологическими догмами, которые внедрялись пожить для себя, все для человека, все во имя человека и так далее. То есть воспитание долга исчезло из российского образования, из информационной политики. И, собственно, вот эта информационная политика стала абсолютно чужда подавляющему большинству людей, которые видели все большее расхождение между теми ходульными высказываниями, которые неслись с высоких трибун и обсуждались в ведущих изданиях того периода, и окружающей жизнью. Конечно, это расхождение рано или поздно должно было взорвать страну. Ну, как и сейчас, надо отметить, что сейчас тоже настолько вранье и реальность расходятся, что даже все ухищрения, как бы это приукрасть, это вранье, как бы дополнить какой-то информацией, может быть немножко соответствующей действительности, не позволяет людям любить этот режим. То есть это скорее вот отношение гражданина к ныне действующему политическому режиму, это отношение ненависти. И такое же отношение сложилось в конце истории Советского Союза, во второй половине 80-х годов. Вот эта ненависть накапливалась, все желание иной жизни, о которой начали тут же либералы, стали рассказывать, ну как замечательно мы будем жить, вот прямо, ну кто-то из вас ведь ездил, наверное, за рубеж и знает там по открыткам каким-то, как там хорошо живут фильмы, тут в советский период стали показывать, и еще в 70-е годы какие-нибудь там итальянские фильмы все смотрели, как же они там хорошо живут, а мы-то почему так плохо, давайте мы сменим режим и будем жить хорошо. Сменили, стали жить вообще ужасно. Ну, кто-то стал очень хорошо жить, понятно, что он на стороне этого режима находится, а кто-то стал жить ужасно. Но те, кто пытается разобраться в ситуации, они не хотят туда, обратно в СССР. Они хотят преодолеть этот режим, но в СССР им не надо. Поэтому, ну какая-то должна быть другая концепция. Вот это концепция русского национального государства, русского государства как таковой, не направленной против какого-то, каких-то других народов, но имеющей свое собственное лицо, свою собственную мировоззренческую опору русскую, а какая еще должна быть в России. Вот ничего этого в Советском Союзе не было. Не было опоры на русский народ, русскую историю, русское мировоззрение, русский менталитет. Ничего этого не было. Вот была выдуманная доктрина коммунистическая, большевистская, ее пытались как-то там развивать, пытались втискивать вот в эти рамки марксизма какие-то новации. Вот Горбачев решительно решил раздвинуть эту концепцию, шире ее сделать. Новое мышление для страны, для СССР и для всего мира он это объявил, но никто всерьез это не воспринял. Потому что Горбачев оставался коммунистом, все его оппозиционеры, которые там возникали, или какие-то группы, они все были коммунистами, начиная с детских лет. И они были пропитаны вот этим мировоззрением. Пропитаны прежде всего интернационализмом. Им казалось, что они могут предложить новую концепцию для всего мира. Ну и выглядели они чудаками, потому что там же в этой же системе созрели изменнические силы, прежде всего в КГБ. Я считаю, что это с Андропова началось, и там уже был замысел как бы себе все присвоить, а всех остальных превратить в рабов. Ну это такой сталинизм с вывертом. То есть все покрывают спецслужбы, они всем руководят, но еще они, оказывается, владеют всем. Вот, собственно, Путин с этим и пришел. То есть вот такая трансформация режима произошла в эту сторону. И здесь тоже мы видим некое восстановление вот этого СССР 2.0. Эта концепция реализуется еще и тем, что спецслужбы вообще никому не подотчетны. Вот так же, как они были в СССР, их деятельность скрыта, но добраться до горла они могут каждого. Еще они стали крупнейшими собственниками вот эти вот генералитет, офицерство и так далее. То есть все они получают эти возможности приобщиться к владению. Это, конечно, абсурд, поскольку ни одно государство так существовать не может. Это объединение, можно сказать, интереса определенной группы лиц, направленное только на то, чтобы всех остальных задавить, самим править, властвовать, ничего не понимая, во многих других аспектах, не связанных с национальной безопасностью. Но они уже и с национальной безопасностью уже распрощались, это их не интересует, а вот такие горизонтальные связи между олигархиями, вот это для них самое главное. Суверенитет России, это все, наплевать и забыть. Это только сказочка для тех, кто ничего не понимает и кто раскрыв рот, смотрит телевизор. И примерно то же самое и с Советским Союзом было, ведь они хотели мирового господства, то есть они хотели стать мировой олигархией, вот эти вот старцы, которые сидели в Кремле, в политбюро, они хотели мирового господства, у них вот такая была шизофрения в голове. И Горбачев просто сменил ориентир, он просто показал, что господство это будет милостивым, это господство будет для всех хорошо. Ну кто же этому поверит? Никто этому и не поверил, и ни среди граждан Советского Союза, ни среди тех, кто наблюдал из-за границы Советского Союза, что здесь творится. Наоборот, это замечательно использовали дискредитированное руководство и желание людей иной жизни привели к тому, что ССР рухнул, и КПСС, 18 миллионов членов партии просто не стали сопротивляться. И КГБ посоучаствовало в крахе государственности, прежде всего в расчленении страны, потому что уже образовались такие этнократические группировки, и в каждой Советской Республике уже выросла своя этнократическая элита, выращенная большевиками, они же против русских, выращивали везде вот этих Назарбаев своих. И растерзали страну, вот результат правления большевиков. То есть им государственность, как таковая, была не нужна, им нужно было мировое господство, поэтому они отдали государство для его расчленения. Отдали 25 миллионов, как минимум 25 миллионов русских, которые остались за рубежами Российской Федерации, просто отдали. Как и большевики хотели отдать тоже, зачем все это. Потом как-то вот логика событий заставила их, и они этой логикой не владели, эти события сами текли помимо них, и Российская империя почти полностью собралась заново, несмотря на то, что большевики говорили, Ленин об этом выступал, что нам ничего не нужно, нам вот только там, где вот ядро русского народа живет, мы же, вот где великорусы, там пусть останется наше государство. Остальное забирайте, берите суверенитет, сколько хотите, как Ельцин примерно разрушал нашу страну, так же и большевики разрушали, но у большевиков не получилось, а у Ельцина получилось. Так подготовились основательно, они же готовили, большевики готовили, все 70 лет готовили так называемые национальные кадры, ущемляя все русское, великодержавный шовинизм, ненавидели они русский народ и его самосознание. Поэтому делали все для того, чтобы вырастить против русского народа вот эти и на национальные элиты и подготовить страну к расчленению. Все это им было нужно для того, чтобы проникнуть во всю мировую экономику, во всю мировую политику. Это было средство. Подави русских, русское национальное государство не состоялось, зато состоялось такое интернациональное государство, где приняты вообще все, кто угодно, любые революционеры, любые политические течения, которые будут реализовать какую-то общую концепцию для всей планеты. Вот такой глобализм привел к краху, к краху государственности. Сейчас то же самое делает Путин. Все уже полная, полная изоляция, полная политическая изоляция, никаких союзников нет, одни сирийцы, которых всех там разбомбили, все, полная политическая изоляция. В регионах выращены этнократические элиты, которые тоже готовы разорвать Советский Союз по кускам и снаружи есть такой заказ на расчленение страны, на сепаратизм, чтобы освоить те богатства, которые еще остались на территории Российской Федерации. Мы видим близкие аналогии поздний путинизм и поздний социализм, поздний СССР. Два большевизма, которые направлены против государственности и против государства образующего русского народа. Так что нам брать оттуда, оттуда, оттуда? Ничего не надо брать. У нас все есть свое. У нас есть свое русское национальное мировоззрение. Мы прекрасно знаем, что нужно делать, как строится государственность, какие институты должны быть, какие должны быть ликвидированы, как должен проходить переходной период, в какой исторический размах этот период должен охватывать. Это очень небольшой период, там, два-три года, и все встанет на свои места очень быстро, потому что русские мозги к этому готовы. Несмотря на то, что их вот ломали в течение многих десятилетий, развращали русских всякими баснями, но как только информационная среда и политика государственных верхов станут здравыми и действительно русскими, все русские поддержат этот политический режим и продолжат дальше, уже не надо будет никого настраивать, никому вправлять мозги, дальше просто пойдет все само собой. Мы должны стремиться к этому, а не к тому, чтобы восстановить что-то из СССР. Там нечего восстанавливать, ну, абсолютно нечего. Если что-то и было тогда в СССР, то оно разрушено до основания ныне действующим режимом. Поэтому этот режим должен смениться каким-то другим. Каким? Советским, социалистическим? Да ни в коем случае. Потому что этот режим советский, социалистический уже показал, чего он стоит. Много десятилетий он демонстрировал, что он делал со страной, как он готовился к тому, чтобы произошел крах государственности. Нам нужны другие механизмы, нам нужен задел на многие столетия или даже тысячелетия. Настолько стабильная государственность, которая не будет подвержена всем этим мировым процессам, умиранию Европы, например, мы должны от этого отстегнуть этот холодеющий труп, и чтобы он сам как-то разобрался между собой. Хотя мы и хотели бы, чтобы Европа все-таки продолжила свое существование. Отстегнуться от фактически негосударственности Соединенных Штатов, где просто гнездо олигархии, которое кормит американцев и делает вид, что там все тоже замечательно, тоже рекламные конструкции выстроены, и все думают, ах, как хорошо живется в Америке. Ну, немножко вот зайти к декорации, если зайти, там все выглядит совсем по-другому. Поэтому не думать о декорациях, надо посмотреть, что у нас, у нас же тоже декорации. Вот эти декорации надо снести и построить прочное здание российской государственности. Без большевиков, без коммунистов. Ну, могут быть там, где-то вот в маргинальных слоях, там, пожалуйста, ради Бога. Но на государственном уровне ни большевизма, ни коммунизма, ни либерализма. Русский национализм. Это доктрина русской государственности, которая спасет все народы, которые будут на территории, где такой политический режим будет установлен. Россия для русских и других коренных народов. Концепция, которая не агрессивна, никого не задевает, но и не позволяет развалиться стране по каким-то этническим уделам, не позволяет формироваться этническим мафиям, не позволяет создавать кланы внутри государственных органов. Только русское национальное государство. Концепция этого государства описывается русским национализмом. Не выдумками отдельных людей, а целой интеллектуальной традицией. Есть классические, можно сказать, работы. Не раз перечислялись эти авторы, которые все принципы уже высказали, и нужна лишь деталировка, которая фактически уже происходит на практике. К этому мы стремимся. После путинизма должно быть установлено русское национальное государство. Давайте к этому готовиться, и для этого собственно русское движение формируется. Дальше оно должно просто превратиться в государственный аппарат и общественную инфраструктуру, которая поддерживает тот переход, который произойдет от разрушения государства к его формированию, укреплению, восстановлению суверенитета и восстановлению потенциала русского народа, опоры нашей государственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова